Второй бой АД против ГВ Баны были такие Ну они очень похожи с первым боем Кошка, Мойра, Нимфа, Химера Химера здесь появилась Кентавр, Ведьмак появился Гром и Тень Давайте посмотрим что было в этом бою Ого-го И тут появляется Сакигами Тото Тот самый Васаби Заменил он Кого он заменил? Он заменил Носета Все остальные ребята Остались те же Так, по составчикам Давайте пройдемся Посмотрим заодно что происходит Совсем такие разные составы Получились Ну разве что Амазонка и Хилка Совпадают по составу Вот, у Дорнийцев у нас Крысолов Это как бы у нас считается лесенник Год ПВ играет на Демонологе Видимо на Меду Амазонка уходит наверх Дабл Пенетрейшн И масочкой поскакал Вот, что касается команды доктов Ребята Ого Они организовали тут супер пупер ганг И заходят на нижний лайн А тут маска все палит И сразу убегает Вот так вот Ой-ой-ой Достается и поскакал Достается Сжирает он баночку Ну же Ну же, ну же, ну же Блинка-то все равно нет Ну все Первая кровь Борлон забирает первую кровь Сделали ганг На Леша Ай-яй Жалко, обидно Почему он побежал сюда Почему он не побежал к башне Я, если честно, не понял Надо будет у него, кстати, спросить В следующий раз Итак, по составу Появилась здесь бабочка Появилась здесь доктрина Борланд Он на Меду будет стоять Амазонка сверху Ну и хилочка пойдет в зуму И ГВшный клык Жил был один человечек Будет лесничить Ну посмотрим Посмотрим на развитие событий Против маски стоит фея Довольно-таки доставляет она маски По крайней мере, по первой Тем более, видим Харасит по полной программе маску И тяжело Тяжело, тем более Отдав первый фраг Фейка на перекаче Интересно даже, чем это все закончилось Кончится Демонолог Тут, видимо, была попытка его ганга Клык выпрыгивал откуда-то И, как смотрите, смело идет в чужой лес Он свой лес не берет Ну, в принципе, там крыс, да Крысолов Посмотрим где А крысолов в другом лесу И сейчас, видимо Жил-был один человечек Будет забирать чужой лес На нем рука отхилки Нет Нет чужого леса Хе-хе-хе Вот так вот все разобрали Заходит прямо на голду Неужели сейчас будут брать чужую голду А, ну, конечно же Если есть свиток звездопада Чего бы не взять Тпшится обратно сразу к себе на лайн И Клык тпшится к себе в лес Вот так вот устроились Ну, крысу, в принципе, лес не нужен Но зато нет голды Папфарма нет Можно даже прикинуть сейчас Насколько Тяжела ситуация Дэшников На 1200 перекачивают На данный момент ГВ Дэшников И, ну, вскоре заходит крыс на Амазонку Идет размен какой-то Давай, говорит Начинай Идет замедло на Амазонку Блин И что? Нет, нет Чуть-чуть Чуть-чуть не хватило Прожал вовремя отхилку Баночку Амазоночка И ушел И поскакал И сделали свиток лечения Без него действительно он бы просто пропал Но даже со свитком лечения Он страдает Но, в принципе, его надо тут переждать Реально просто надо переждать Не попадает бабочка сейчас облаком своим Демонолог пытался заскочить на серый пак Но его там не оказалось Расставляются варды Васаби ставят вардики И здесь, ну, зеркально пока Видит Оу, девятый уровень уже Доктрины куда-то на подбашню Она уходит Здесь у нее круг Ну Пока доминация, да Чувствуется Еще один вард Все правильно Сейчас будет бою Крыс уже здесь стоит Ждет Клык Видели клык Шел только что Здесь на мини-карте Куда он шел, интересно Надо посмотреть А, ну клык так не палясь Совершенно выходит Как-то через Бок Раздамаживает слегка Для Борланда Крипов И вот здесь вот стычка Идет стычка Ой, крыс просто лопается Одномоментно Но отдается Также и клык Маска вовремя Здесь появляется Приходит на телепорте Крыс возвращается У него очень маленький уровень Он уже тут же может вернуться А у клыка Еще Идет Время восстановления Демонолог Понял, что Пахнет жареным И на ускоре Выскакивает Из логова Хилка Даже здесь просыпается Долбят Долбят Непонятно, что там сейчас происходит Ой-ой-ой Клык Как неудачно зашел Достается Дабл пенетрейшн Он Там прожимает Все, что у него есть Уходит Хилка на нем Конечно Очень много Сейчас опыта подняла И поскакал Какие чудеса творит Зачем он это сделал И что? Интересно, кто же Все-таки забрал Баюна Скорее всего Это были ГВ Судя по тому Что у них Прайма Стала Уже на 3000 И больше Перекач Скорее всего Не удалось Состилить АДшником Баюна Намного Интереснее Было Замес Забовен Нежели То Кто Все-таки Ластхит Нет Итак Жарко И пот На Становится Маска Уже Начинает Выпрыгивать На Фею Путаться Что-то Раздавать Но В принципе Девятый Уровень Да Выучила Все Что С Отхилом Связано Конечно же Выживание Тут Нужно Очень Сильное Давайте Посмотрим С другой Стороны Что происходит Идет Фарм Лесов Демонолог Это Довольно Таки Успешно Быстро Делает Амазонка Идет На Золотой Пак На Демона Тут Напрыгивает Клык Интересно Седьмого Уровня Клык В Наглую Зарубается В чужой Лес Ну да Есть Поддержка Доктрины Но Так Москву Уходит Нет Разбегаются Крыс Сюда Идет Но Вострил Свои Ноги Нет Расходится Понимают Что Можно Огрести Домога Еще Нет Амазонка Туда Не Попадет У нее Очень мало Здоровья Она Только Что Раздамажила Золотой Пак Осталась И без Маны Без Здоровья Все Миром Разошлись Нет Продолжения Этого Такого Столкновения Никто Не выиграл Не проиграл Клык Ставит Вард Сбивает Вражеский И Что-то тут Рассекает Ага Глиф Обновление Понятно Понятно Почему Он Просто Держал Глиф И сейчас Он Наглую Ломится Вражеский Лес А здесь Крыс На верхнем Паке И вот Интересно Что сейчас Нет Не доходит До верхнего Пака Возвращаются Куда-то Вниз Доктрина ТП Обратно К себе И здесь Демонолога Находят Находят Демонолога Но он Ну Скорее Драпает Как только Может Поймают Нет Есть Корни В демонолога Маска приходит Пытается Спасти Падает Также Еще Свиток Птиц Но у демона Есть Во-первых Печенько Он зажрал Отбрасываются Ух ты Как Криты Такие Смачные Вошли Вот так Вот Вот так Вот Ребята Демонолог Даже Выучил ХП Понимает Что Против Доктрины Нужно Учить Как можно Больше Здоровья Потому что Она Может Ваншот Доктрина Кстати Силовая Вот Ну что Вот Почему Он так Качается Ну пока Удается Избежать Стыч Каких-то Ненужных Команде А.D. И Что мы Видим Пытаются Навязать Свою Игру Команды Г.В. Но Не Получается Они Своими Попытками Навязать Теряют Свой Кач И Видим Уже Расстратили Целую Тысячу Преимущества 22 Против 24 Покачу А Маск Качается Маска Качается Ласт Хитит Ой Вот Это Прокаст И Заходит Внутрь Фейка Заходит Внутрь И Что Мы Видим Маска Блинкается Под Фею Кидает Еще Один Киржал Не Было Крита Не Было Крита Уходит Фея Все Таки А Это Было Неожиданно Я Сам В Шоке Был Когда Увидел Что Вот Такое Начинается Щит Конечно Очень Сильно Помог Фее 20% Повреждений На 20% Повреждений Меньше По ней Проходил От Маски Если Не Был На Нее Щита Маска Конечно Ее Не Сдал Била До Смерти Фейка Уже Слетала Отрегенилась Сюда Идет Демонолог Сейчас Посмотрим Ой Встречает Он Доктрину И Сразу По Тапкам Нафиг Отсюда Конечно Это Страшно Что Здесь С Клыком Происходит Клык Проседает Просевший Клык Это Конечно Уже Не Боец А Просевший Крыс Это Отличная Ульта Это Палево Крысами Это Контроль Дудкой Бою На Этот Раз Остается У Команды АД Очень Вовремя Грамотно Они Подошли Подтягивается Сюда Команда ГВ Но Здесь Уже Никого Нет Чуть Чуть Не Успели Клык Нарывается Лезет Вглубь Леса Чужого Взяли Да Приняли Бы Было Было Очень Даже Смешно Интересно Лазит По лесу Опять Так Видите Они Ходят По лесу Лазят И теряют Кач Находят Голду Только Что Повезло Что Она Реснулась Докторин Тут Забирает Интересно Где сейчас Амазонка Находится Амазонка Боится Что Сейчас На нее Будет Ганг Потому Что Поэтому Ворду Она Видела Что Все Вошли Но Никто Не Вышел И Она Тусуется За Башней Глубоко За Башней Но Упустить Ластхиты Она Конечно Не Может Будет Ли Попытка Ганг А нет Смотрите Вниз Куда Тп Была Попытка Ганг То ли На Маску То ли Что Это Было Я Не Понял Может Была Попытка Ганг Скорее Всего Феи Но Ей Тп На Помощь И Оп Она Доктрина Ловят Доктрина Выжимает Ульту И Здесь Потом баюна отдали, но, видите, смогли, скажем так, организовать свой кач таким образом, что выфармливали весь свой лес, а когда к линии противника заходили в их леса, или вообще была угроза хоть к малейшей смерти, просто отходили, расступались, о чем я всегда говорю, что не надо лезть на рожон, если не уверен в стопроцентной победе в данном моменте. Вот так и получилось, что команда ГВ пыталась что-то устроить, а дальнице просто не принимали бой, разбегались в разные стороны, а кача там не было, лес уже был выформлен, и спокойно качались на лайнах. Маска против Амазонки, конечно же, Амазонки сейчас достанется, я уверен, что маска Амазонку заберет, тем более эта маска. Хоть у нее есть, скажем так, недокач по количеству уровней, хоть она брала таланты выживательные чисто. Ой-ой-ой, демонолог ловит все, до свидания, до свидания. Конечно, здесь еще крыс подстраховать пришел, даже дудка его не понадобилась, это был смертельный ганг. Клык выходит под башню, и зачем он это делает? А, ну потому что подходит доктрина. Конечно, ТВШР заходит, выкладывает сразу цветок, как оплот родной земли выставляет, и все разбегаются по своим делам. Видит клыка, интересно, будут пытаться его схватить? Нет, нет, отпускают. Амазонка тем временем проносила нижний лайн, откусила большой кусок от башни, две трети. Появляется голда, замедло, замедло падает на годы ПВ, до 95% оно-то росло, мы видели, и все. Он просто защитился ловушечкой своей. Ждут, ждут, когда появится баюн, где мы засекли. Нет, разошлись почему-то. А, внизу, внизу происходит ганг, дабл-пенетрэйшн забрали, пропустила этот момент, конечно. Здесь даже были двойники, ну, смысле, не двойники, а отражение сущности применено, видимо, у Хилки есть. Нет, не у Хилки, интересно, а, у Фейки, скорее всего. Да, у Фейки есть сет отражения сущности. Забрали огромным количеством, здесь год ПВ. Получил ульту от Маддокты, но сам забрал ловушкой, хлыстом своей ультой. Маска вылавливает просто ультой. Когти делает ему бам-бам. Ну, и видим, да, игра пошла, уже ладешники перекачивают на 4000. Ну, здесь, конечно, сразу был странным выбор клыка, как героя лесника. Ведь понятно же, что леса ему будет доставаться мало, а клыть без качи это не очень интересный герой. Ну, и плюс, конечно, как-то доктрина совершенно... Ну, два фрага на силовой доктрине. 18-я минута боя. Умело просто избегают. Умело избегают смерти от доктрины. Молодцы. Тем самым нет у нее кача. А в лейтгейме, конечно же, у команды АД намного больше шансов. У них просто пик лейтгеймовый. В принципе, Амазонка, Демонолог, Маска, все в лейте раскрываются на полную программу, на полную катушку. И сейчас мы видим, чем ближе к лейту, тем сильнее, сильнее обороты. Ух, Маска берет мощь. И что? Все, до свидания, фея. Мне тут даже не понадобилось никакого уличения. Назовем это так. Сносят башню на миду. Но первый штурм получает все-таки команда ГВ. Успевают они нижнюю башню забрать. Но сейчас, видимо, им будут навязывать столкновение. Пока у Маски есть мощь, она может вырезать одного в легкую, тем более под ультой. Вырезают еще одну башню, а ГВшники идут потихоньку по вардам или по крысам. На инвизи заходят. Видимо, развинулись. Одни пошли так, другие так. Такая пятерочка побегала по вражеским лесам и в разные стороны. Заметьте, кстати, в пике нет ни одного танка. Что с одной, что с другой стороны. Мастерский штурм. Хака, кстати, даже не блокировали. Не банили. И никто им не играет. Показатель. В принципе. Давно я не смотрел, что делать с командой противника. Да, тут 8 тысяч уже перекачь почти. И опять клык заходит на крыса, прыгает. От того, что-то там прокает все и забирает его. Борланд его добивает автоатакой. Или нет? Да, настакивает Борланд сейчас себе. Двойника и начинают забирать драка. Вот так. Неожиданно, но это все палится. Маска 22. Залетает демонолог. Просто в ваншот идет. В лох хп. Ой, в маску сейчас прям я переключился. В нее брошена была ульта Доктрины. Но маску все-таки успела убить Амазоночку. Точнее говоря, снять. Оп, успевает Амазонка. Ой, Доктрина слиться вот на этот пак. Но Амазонку там все равно приняли. И теперь я думаю, что происходит. Нет, не забирают они драка. Какой-то глиф появляется. Глиф обновления. Ну, тут как-то даже непонятно. Маски надо его держать. Но маска через 15 секунд только будет. Нет, забирает хилка. В принципе, тоже как вариант. Может хилить бесконечно быстро. Как говорится, была бы мана. Да, кач идет чисто на саппорт команды и ускорение откатов. Все правильно. Очень много мано-регена тут выучено. Готов он уже к постоянным замесам. Все правильно сделал. Амазка качается, продолжает качаться. Так же, как и Амазонка. Опять пропала с радаров команды. Команда доктов собирается на миду. А что же, Амазонка чешет пешком. И что же. ПДшники пока не рвутся на чужую землю. Понимают, что доктрина там может раздать. Клык тем более их видит. Могут ГВшники зайти с нужной стороны. Подойти так, как им будет удобно. Просветка кидается на баюна. А что же сейчас делают? Ага, они под шумок забрали только что драка. Не знают об этом. Ой, какая классная ульта в троих. И тут же птицы. Полный разнос по дракам. Ребята не ожидали совершенно того, что там будет забран драк. Борт в торец. На инвизии заходит крыс и делает... Ну, просто, конечно, инициатор сумасшедший получился. Все, ребята поняли, что после такой игры, после такого замеса уже больше ничего не светит. И это победа команды АД. Вторая победа, да, была серия из... БО-3. То есть, да... Победа в трех боях. Соответственно, два выигранных боя. В любом случае, ребята выиграют. Нет смысла играть третий. Вот такой вот конечный счет. Да, ульта от васаби от бога вошла. Ну, там ребята не ожидали, во-первых, откуда... Откуда... Зайдут Адарницы. А, во-вторых, у них не было глаза. Они, в принципе, не могли это предотвратить. И вот... Так вот... Наказали. За вот такую беспечность, можно сказать. Билд крысы я не раз показывал. Во время боя, по-моему. А, нет, не показывал. Ну, вот, пожалуйста. Для кого странно, что здесь есть и разум, и сила. Сила... Сразу говорю, что сила здесь стоит ради блинка. То есть, здесь собран сет на блинк. На этом крысолове. То есть, для еще более классного врыва. Ну, это чисто вообще 100% на такой саппортный крысолов. В котором собрано именно на помощь команде максимальное количество вменяемых талантов. То есть, это помощь при ганке. Это блинк-врыв. Это обезвредить команду противника. Да, и 100 куз. Ну, все мы знаем, да. Силу и разум на 60 снижает. Это побыстрее вернуться в замес. Если, мало ли что, тебя убили. Ну, и, конечно же, да. В принципе, крыс в разум, насколько я знаю. Да, крыс все-таки разумный. Кстати, все равно очень много разума. Но он явно в замке в разум. Потому что на 19 уровне такое количество здоровья у крыса не может быть у хп-шного. Если честно, я не понимаю, откуда столько разума. Я вот вижу талант. Раз, два. Все. А, ну, конечно же. Он же под драком. Все. О чем я говорю? Вот такая вот серия из двух игр сегодня была. Это, напоминаю, был турнир. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...